Всем привет! Вы на канале вкусные истории и я Наталья Михайлова. Сегодня я буду печь самое новогоднее пирожное. Оно будет яркое, красивое и по-настоящему новогодним. В первую очередь я буду замешивать тесто. И для теста мне понадобится яйцо, сахар, мука, ванильный сахар, щепотка соли. Яйцо я сразу же разделила на белок и желток. Так как у меня миксер слабый, я буду взбивать отдельно. Так как тесто у меня будет бисквитное, духовку я включаю сразу на 180 градусов и пусть разогревается. Соль я высыпаю в белки и начинаю взбивать до крепкой пены. Теперь половину сахара, даже чуть больше половины, высыпаю в белки. И продолжаю взбивать. Все, белки я взбила. Вот такие они должны получиться густые. Посмотрите, вот такие. Вот до такого состояния нужно взбивать белки, чтобы у нас хороший получился бисквит. Теперь их отставляю в сторонку. Оставшийся сахар высыпаю в желтки. Высыпаю в ванильный сахар. И теперь желтки я тоже буду взбивать, пока они не побелеют. Теперь я взбитые желтки переливаю аккуратно в взбитые белки. И соединяю их, перемешиваю. Все, и теперь аккуратно, постепенно буду всыпать просеянную муку и замешивать тесто. Все, тесто готово. Теперь его переливаю на подготовленный противень, застеленный пергаментной бумагой. И ровно, прям разравниваю, чтобы была одинаковая толщина. И отправляю в разогретую заранее до 180 градусов духовку. Режим вверх-вниз, уровень выше среднего. Пока готовится у меня бисквит, выпекается, я приготовлю крем. Крем у меня будет заварной, и для этого крема мне понадобится молоко, сахар, какао, одно яйцо и сливочное масло. Кастрюльку ставим на плиту и выливаю молоко. Высыпаю сахар, одно яйцо и какао. И на маленьком огне все перемешиваю. Как масса закипит, примерно на медленном огне еще мешаем ее минутку, кипятим. И можно снимать с огня. Все, вот такая масса должна получиться по густоте. Теперь выключаю плитку. Шоколадную массу я накрываю в контакт пленкой, чтобы она не заветрилась. И отправляю на холод. В моем случае я отправляю ее на балкон. Сейчас уже холодно. Бисквит мой спекся, уже готов. В духовке он простоял 30 минут. Он очень-очень мягкий, воздушный. Так, бисквит пока у меня остывает, он уже тепленький. Я буду готовить крем. Шоколадная основа уже остыла. Можно продолжать. Масло комнатной температуры я перекладываю в посуду, в которой буду взбивать крем. Я его порезала кубиком, чтобы легче было взбивать. И так, масло я взбила до пышности, добила. Теперь буду по одной столовой ложке добавлять шоколадную массу и продолжать взбивать. Все, крем готов. Можно собирать коржи. Все, бисквит я переворачиваю. И мне нужно ровно подровнять края, чтобы они были одинаковые со всех сторон. Корж я выровняла со всех сторон. Разрезала его ровно пополам. У меня получилось по 14,5 см. Здесь у меня 35 см. Теперь я его немножечко пропитаю. Пропитывать я буду 1 столовая ложка сгущенного молока и 2 столовые ложки воды. Можно этого не делать. И промазываю кремом. Теперь аккуратно накрываю второй половинкой коржа. Лишний крем убираю. Он мне не нужен, пока я смазывать не буду. И оставшийся крем я мажу наверх. Вверх мне нужен идеально ровный. Поэтому я воспользуюсь кондическим шпателем. Бисквит перекладываю на досточку. И убираю в холодильник часа на 2-3, чтобы он немного пропитался и застыл. Потом будем разрезать на пирожное и украшать. Итак, прошло 2 часа. Бисквит у меня с кремом промазанный стоит в холодильнике. Можно теперь готовить глазурь. Для глазури мне понадобится сметана, сливочное масло, сахарная пудра и краситель. Краситель у меня будет зеленый. Сливочное масло отправляю в кастрюльку. Вот когда масло уже немного растаяло, я выливаю сметану. Сметана у меня обычная магазина 20% чтобы она не свернулась, я ее выливаю после масла. Помешиваю на медленном огне и сразу высыпаю сахарную пудру. И теперь нужно дождаться, чтобы сахарная пудра растаяла. Теперь мне нужно хорошо нагреть, чтобы почти что закипело. Все, начало закипать и тут же снимаю с плиты. Переливаю в миску и теперь буду взбивать ее до пышности. Когда масса начинает уже густеть, я добавляю краситель. Крем застыл. Можно теперь бисквит делить на пирожное. Я буду делить по 8,5 см. Ставлю метки. С этой стороны я отступаю 4 см. И также делю по 8,5 см. Теперь прикладываю линейку и ровно начинаю нарезать. Нарезаю вот на такие уголки. Крайние уголочки, которые вот такие узкие маленькие, я убираю их в сторонку. А которые красивые, я сейчас буду их украшать. Для этого я у мешочка срезала носик и каждый треугольник буду украшать в виде елочки. По желанию можно украсить бусинками цветными какими-нибудь. Будет очень красиво. Теперь беру киндер-шоколад и делаю ствол у наших елочек. Ну вот, как я и обещала, получились у меня самые новогодние пирожные. Это елочки. Надеюсь, вы их также приготовите, как и я, на Новый год. И они украсят ваш праздничный стол. А я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok